Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня у нас будет лекция по индийской философии. Да, мы отдельно разобрали буддизм. Отдельно был буддизм, поскольку очень большое учение, очень много у него ответвлений, очень большой разброс. Даже внутри индийской культуры был буддизм, а потом в итоге он вылился в тибетский буддизм, в китайский. Но вот как бы есть еще и индийские учения непосредственно. Их достаточно много. Опираясь на индийскую философию Радха Кришна и прочие тексты, мы с вами кратко рассмотрим историю индийской философии. Также я намеренно пропустил этап Вет и Упанишата, так как это преимущественно материалы для религиоведения и каких-то точных философских концептов из этих групп текстов мы все-таки не получим. А если и получим, то с большим трудом нам придется, скорее всего, апеллировать к представителям всех ниже перечисленных школ, чтобы получить какие-то философские концепты, исходя из Вет и Упанишата. Но я настоятельно рекомендую вас, перед тем, как смотреть это видео, ознакомиться с какой-нибудь информацией о Ведах, особенно о Ригведе. Ригведа очень важный текст, в нем содержатся основные положения. А также с некоторыми Упанишатами. Но Упанишата это тоже, понимаете, такое размытое понятие. У нас есть большое количество различных Упанишат. Ну, то есть Упанишата это тексты, которые, в принципе, основываются на Ведах, завершают их. В принципе, да, они близки к философским концепциям, но их много. Они разные. Они написаны разными людьми и направлены тоже в разные стороны, как бы в разные направления. В качестве справки рекомендую вам ознакомиться с Ведами и Упанишадами. Так как философия индийская, особенно, в общем-то, Астика, она основывается на Упанишадах и Ведах. Вот, да. Учения Индии делятся на Астику и Настику, как уже было упомянуто выше. Астика была упомянута. Астика – это ортодоксальные школы, которые принимают авторитет Ведов. Собственно, да, они основаны на Ведах и Упанишадах. А астическими школами, то есть Астикой, являются так называемые Даршаны. А Даршаны – вот они. А Миманса, Веданта, Санхья – букву К пропустил в тексте, правда, дурачок. А Йога, Ньяя, Вайшешика. Вот у нас шесть учений, которые являются частью Даршана, причисляются к Даршанам. К Настике относятся такие направления, которые именно отрицают авторитет Вед. Это буддизм, уже разобранный нами, джайнизм и лакаята, которую разбирать мы не будем. Мы попытаемся уместить учения лакаяты в учении шести еретических учителей. А вот, собственно, и они, прекрасные шесть еретических учителей. Это определенно не их самоназвание. Возникли они уже в эпоху, в общем-то, шраманских движений. Она называется шраманская эпоха. Тогда было очень много различных учителей, и вот шесть из них. Эти учителя, собственно, считаются еретическими, потому что их идеи описаны в буддийских и джайнизмских текстах. А по отношению к буддизму и джайнизму эти люди определенно, в общем-то, еретические учителя. Но в основном мы именно шесть еретических учителей выводим из буддийских текстов. Все они учили еще до Будды и были довольно известными. Некоторых из этих мыслителей, да, причисляют к сторонникам лакаяты, ну или к предшественникам лакаяты, то есть индийского материализма и адживики. Потому отдельно разбирать эти направления мы не будем, но все-таки адживика, лакаята, они отжили себя очень давно, они исчезли с картины, в общем-то, индийской философии еще в самой древности. И это как бы не составляло никакой проблемы для индийской культуры, и воздействие, оказанное в школу лакаята, оно было не очень большим. В общем-то, чем занимаются буддисты до сих пор? Они пинают постоянно вот этих вот лакаятиков, людей, лока, мир, которые учили о материальном составе этого нашего мира, то, что есть только материальный мир, например. Да, уже было сказано, что все эти учителя принадлежали к шраманской эпохе, многие прославились задолго до возникновения буддизма. Ну, то есть, многие из ниже перечисленных учителей, это люди, которые были старше Будды Шакьямуни. Они были его, либо старшими современниками его были все-таки. Там с датировкой очень большие проблемы присутствуют, там просто плюс-минус несколько веков для каждого из этих персонажей добавляется. У индусов все очень плохо с периодизацией, поэтому с этим как-то приходится смириться, мы не можем выяснить, кто когда жил и кто был чьим современником. Но в одном из буддийских текстов говорится, что Будда все-таки застал их всех. Персонали. Кого мы будем разбирать? Во-первых, это Пурана Касапа. Второе. Махали Гасали, Пакутха Качаяна, Аджита Кисакамбала, Санджая Белодхипутта и Ниганха Натапутта. Вот они. Вот они шесть ребят, шесть пацанов, которые были против буддизма. Да. Самое простое учение из всех вышеперечисленных у Аджиты Кисакамбалы. Он один из учителей Шрамонской эпохи. Его имя, ну или точнее имя, прозвище буквально означает «Непобедимый с одеждой из человеческих волос». Да, действительно считается, что он ходил в одежде, состоящей из человеческих волос. Просто это такая большая шерстяная штука на нем была, которая вот, с помощью которой он себя, видимо, пытал. Это определенный вид аскезы. Ну, потому что в Индии не очень-то холодно, но там определенно жарко. И еще ходить в такой волосатой штуке на себе довольно-таки тяжело. Кстати, мы про суфиев тоже говорили, а суфа переводится как, в общем-то, шерсть. И ходят слухи, что суфи как раз были теми людьми, которые носили на себе, в общем-то, шерстяные одежды. В арабском регионе там тоже, кстати, не очень холодно. Ну, это тоже как бы такая аскетическая практика. Так вот, Аджита Кисакамбала, так скажем, предшественник вот этого вот всего. Носитель человеческих волос. Да, он считал, что только чувственный опыт является достоверным источником знаний. Основаниями вещей считал комбинации четырех элементов. Земля, вода, огонь и воздух. В Древней Греции мы уже разбирались со стихиями, а вот они есть даже в индийской философии. Именно те же самые стихии. Неизвестно, почему их именно четыре и почему они именно такие. В разных индийских учениях, конечно, наблюдаются различные вариации стихий. Но вот все-таки четырехчастная схема земля, вода, огонь, воздух присутствует очень часто. Возможно, это связано с тем, что греческая и индийская культура имели некоторые соприкосновения. Но это не факт. Следующий мыслитель Пакутха Качаяна. Он выделил семь атомарных начал, определяющих бытие индивида. Четыре материальных элемента. Земля, вода, огонь, ветер. Ну, точнее, воздух. А потом следующие элементы. Радость и страдания. Очень напоминает импедокла. Ну и плюс ко всему этому он добавил одушевляющее начало, то есть джива. Джива переводится чаще всего как душа. И все они характеризуемы как предельные, неизменные, статичные, взаимоизолированные и не могущие быть причинами радости и страданий друг друга. Причем заметим, что радость и страдания вот там вот наверху, где в перечтении элементов это высшие радости и страдания. Это как любовь и ненависть у импедокла. А есть людские радости и страдания, которые, ну, определенно никак не влияют на существование самих элементов и скорее являются просто причинами. Да, есть как бы онтологическая радость и страдания. И вот они являются причинами радости и страдания обычных людей. Жалких, беспомощных людишек, так скажем, которые живут в этой системе, в этой жесткой, жесткой, жесткой атомической системе. Следующий мыслитель это Пурана Касапа. Этическое учение нам представлено. Потрясающе, интереснейшее. А люди, которые говорят, что есть какая-то универсальная мораль, почитайте про Пурану Касапу. Так вот, что говорил Пурану Касапа? Какие бы преступления ни совершал человек, вплоть до превращения посредством острого диска всех живых существ в кровавое месиво, его действия не будут злом и не дадут превращение зла, ровно как и дела благочестия, милосердия, несут добро и не дают превращение добра. Какая интересная концепция, определенно, да? Причем вот этот диск, прям гиперболизация замечательная. Помимо этого, основой доктрины Пурана настаивал на конечности мира и бесконечности своего знания. Отсюда его имя. За циничным эпатажем откровений Пураны можно видеть продуманное до логического конца учение об отсутствии действий. Ну то есть без разницы, что мы сделаем. Убьем всех людей. Не убьем всех людей. В общем-то без разницы. Какая черта разница. Пусть всех-всех раскрошит вот этим вот острым диском. Ничего от этого плохого не случится. Как бы Пуране касательно. Интересно замечательно. Следующий учитель из списка шести еретических учителей Макхали Гасала. Один из известных, так скажем, спутников Джины Махавиры, основателя джайнизма. Джайнизмы рассмотрим позднее. Так вот, Макхали Гасала считал, что в мире нет места для действий, энергии и усилий бесчисленных жертв. Ибо все происходит благодаря всеобщей предопределенности. Ну, детерминизм, да. Все существа являются превращениями. Необходимости неятия, а также окружающей среди, сангати и собственной природы, пхава. Каждые 8 миллионов 400 тысяч мировых периодов все люди, как мудрецы, так и глупцы освобождаются от страданий. Гасала построил иерархию живых существ по степени их сенсорности. Есть неподвижные тела и растения, они наделены лишь осязанием. Низшие животные типа червей имеют также и вкус. То есть, насекомые типа муравьев обоняния, насекомые типа москитов зрения, обитатели адов, млекопитающие люди и боги слух. Ну, в общем, да. Вот иерархия. В его иерархии людей каждая из ступеней обозначалась цветом. То есть, есть черные, 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 черные. Не в смысле у них кожа черная, а в смысле у них аура, наверное, черная. Или они просто сами такие черные душой, так скажем. Они мясники, охотники и прочие нарушители закона, которые, в общем-то, нарушают ахимцу, злодеи. Есть синие, небрежные аскеты. Есть красные, то есть одетые аскеты. Есть зеленые, мирские ученики неодетых. Они все еще одеты, как бы, но все еще впереди, да. А есть белые. Это рядовые адживики. Адживики, кстати, вот, Макхали Гасала считается основателем движения адживики. И непосредственно, чем известно адживики? Да тем, что они голые, в общем-то, голые сподвижники, голые аскеты, голые учителя. Так вот, белые, они вроде как носят все-таки белые одежды. А бело-белые, это люди, которые носят невидимую одежду. Ну, то есть, они голые непосредственно. А это вожди адживиков во главе со самим Макхали Гасалой. Вот такая прекрасная иерархия, в которой Макхали Гасала находится на вершине пищевой цепочки. Так, вот с Нигандхой Натапутой все очень сложно. Нередко, ну, в общем-то, он трактуется как Джива Махавира. Ну, то есть, основатель джайнизма, но все-таки его зовут здесь Нигандха Натапута. Ну, будто бы это настоящее имя Джива Махавира. Джины Махавира. Ну, неважно. Он практикует воздержание по отношению к воде, избегает грехов, он очищается от них и обладает ощущением, что... В общем-то, позволяет ему избежать всех грехов. Потрясающе. Избежал всех грехов, сделал все это. Окруженный таким образом четырьмя ограничителями, его ум очищен, сосредоточен и тверд. Ну, не особо... Не особо хорошо представлено его учение здесь, но неважно. Следующий мыслитель, мой самый любимый из, в общем-то, вот этого списка, это Санджая Беладхипутта. Можно сказать, это индийский скептик. Да, это индийский скептик. Что же считал Санджая Беладхипутта последний из шести еретических учителей? Если вы спросите, существует ли другой мир, то есть пара Лока, ну, Лока Ята, Лока Ята, да, Лока Мир, а пара другой, видимо, ну, второй, пара Лока. Вот. Если бы я думал, что он существует, я бы сказал вам так. Но это не то, что я говорю. Я не говорю, что это так, я не говорю, что это иначе, я не говорю, что это не так, я не говорю, что это не так и что это не не так. Вот так вот. Интересное, интересное рассуждение Саджа де Алхипута. Как же его понять? А вот посмотрите на эту картинку. Вот у нас есть суждение А. Суждение А. Мир существует. Есть второе суждение. Суждение Б. Суждение Б означает мира не существует. Есть третье суждение А. Мир существует и мира не существует. Одновременно каким-то образом эту позицию можно синтезировать. Есть четвертая позиция. Ни мира не существует, ни мира не не существует. То есть отрицание обеих позиций А и Б. Также есть пятая позиция, которая отрицает вообще все это. То есть первую, вторую, третью, четвертую позиции. Говорит, что все эти позиции не являются приемлемыми. Это называется тетралема. Вот это вот то, что под пятеркой называется тетралема. А то, что с пятеркой вместе это анти-тетралема. В общем, Саджа и Белохипута апеллировал к анти-тетралемам. Пятеричным схемам, которые включают в себя, в общем-то, так называемую комбинаторику. Вообще-то отсюда я и выбил философскую комбинаторику изучения Санджая Белатхипуты. Так вот, получается, что предмет существует, не существует, существует и не существует, не существует и не не существует. И все вот это вот тоже может быть, в общем-то, не считаться чем-то абсолютным обсуждением. Вот Белатхипута, скорее всего, сомневался вообще во всем. Продолжаем. Джайнизм. Основатель джайнизма, великий сподвижник, великие, в общем-то, деятели. Сирт Ханхарин, так как бы, 24-й, в общем-то, джайнистский, по легендам, Джина Махавира. Махавира, великий победитель, да. Период возникновения. Период возникновения, ну, вы сами посмотрите. Это 9-й век до нашей эры, задолго до года, скорее всего. Ну, либо 6-й век до нашей эры, не очень задолго до года. Направление у джайнизма основных два. В джайнизме вообще было очень много расколов, в общем, им не повезло с расколами. Так вот, направление такие, диганбары. Это люди, которые не носят вообще никакой одежды. Это голые мыслители тоже такие. А есть шветамбары. Они ходят в белых одеждах. Кстати, опять же, вспомним о том, что Джина Махавира общался с Макхалей Гасалой. Эти гамбары делятся по белой одежде и вообще не носят одежды. Да, параллели, параллели имеются, в общем-то. Антропология. Каждый джива. Душа. Душа, джива, джива. Вот в учении в этом джива это душа. Сейчас небольшая пометка по индийской философии вообще. Все слова, которые используются в индийской философии, очень часто повторяются и в разных учениях, они имеют разные значения. Бывают абсолютно разные значения. Но в данном случае джива это все-таки душа. Душа или человек, она состоит из тела. Ну, то есть человек антропология, антропологическая состоит из тела и души. Причем душа является активным агентом, а тело не активным. Пассивным, то есть, агентом. Так вот, признавая соотносительность ума и материи, джайнизм избегает недостатков как салепсизма, так и материализма. К слову, имеется кармическая материя. Сама, через свою существенную природу, порождает свои собственные изменения. То есть, как бы в джайнизме карма это материя. Она прилипает к человеку, к его дживе. А джива также, тем же путем, через свои собственные неочищенные состояния мысли, обусловленные кармой, порождает свои собственные изменения и мысли. В мире мы имеем материальные дела, большие и малые. Часть из которых является кармической материи, имеющей тенденцию быть привлеченной дживами. Благодаря их сосуществованию дживы и кармические материальные молекулы соединяются. Ой, переводчики, как я их люблю, молекулы. Ну ладно, допустим, молекулы соединяются. Внедрение кармической материи в дживу обусловлено их соприкасающимся с сосуществованием. Душа, тело, карма. Все. Внутри человека. Карма как бы не является частью человека, частью дживы. Она просто к нему прилипает в зависимости от его действий. И вообще-то вот в этом джайнизме есть даже целые рисунки, изображения, где вот такие вот тела, медитирующие вокруг черные, 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 точечки, которые обозначают карму. Очень интересно. Так вот. Метафизика. Субстанция, являющаяся единой, извечной сущностью всех вещей и проявляющаяся в различных формах, имеет три отличительные черты. Созидание, разрушение и становление. И может быть описано способом от противного. Качество или гуны, извечные в субстанции, так же как материальность. В атомах они не могут существовать сами по себе. Основные качества, в общем-то, следующие существуют. Существование, приятность, субстанциональность, познаваемость, специфический характер или тождественность, или сущность. Это пятый все пункт. И шестое. Качество обладания каким-нибудь видом формы. Вся вселенная бытия прослеживается вплоть до двух вечных неосознаваемых, сосуществующих, но независимых категорий или начал. Дживы и отживы. Дживы это наслаждающийся, а отжива это не наслаждающийся, получается. Это доставляющие наслаждения. А если еще более точно, отжива это что-то духовное, нематериальное. На самом деле, отчасти тоже материальное, но такое вот оно живое, оно получающее. Получающее наслаждение это то, что может воспринимать и получать наслаждение. А отжива это все, что вот иное. В основном туда всякое, все материальное засовывается. То есть, Акаша, например. Ну вот, да, у нас есть Дравья, здесь вот Аджива Дравья. Из Аджива Дравья, и вот она одна из них, это Акаша, то есть пространство. Еще есть время и пудгало, материя. Вот. Вот какая у нас здесь метафизика. Есть еще и физика. Материя это вечная субстанция, ну, пудгало, материя. Это вечная субстанция, неопределенная в отношении количества и качества. Она может увеличиваться или уменьшаться в объеме без какого-либо добавления или убыли частиц. Материя может принять любую форму и развить различные качества. Она носитель энергии по существу кинетической или природы движения. Физика джайнистов исходит из наличия атомической структуры Вселенной. Физические объекты, воспринимаемые чувствами, состоят из атомов. Атомы называются, вот у них, пара-аману. Пара-аману. Пара-аману, пара-аману, да. В общем-то, предлагается существование абсолютно однородной массы пудгал, которая, дифференцируясь, распадается на несколько видов качественно определенных атомов. Атом, ану, то есть ану. Ну, нераздельный, видимо, тоже. Не имеет ни частей, ни начала, ни середины, ни конца. Он бесконечно малый. Он, вообще, он настолько мал, насколько можно быть вообще маленьким. Вот так вот следует определять атом в теории джайнов. Он вечный, первичный. Атом не создается и не разрушается. Он амурта, то есть бесформенный. Хотя и является основанием всех мурта, то есть форм. А карма, согласно учению джайнизма, по природе своей материально. Паутгалика, то есть пудгала-пудга. Видела слово пудгалость, туда тоже включено. Так вот, так как джайнисты представляют себе мысли и идеи, воздействующие на наш характер, создают и изменяют тенденции наших душ. Карма является субстанциональной силой, материи в тонкой форме. Это вид материи, пригодный для проявления кармы. Да, и вот этот вот вид материи, тонкой, он заполняет все космическое пространство. Он обладает особым свойством развивать последствия достоинств и недостатков. Душа, благодаря своему общению с внешним миром, становится буквально пронизанной частицами тонкой материи. Да. Так вот, теория познания. Джайнисты признают пять видов познания. Мати, Шрути, Авадхи, Манахпаре и Кевала. Все, мы не будем это разбирать. Живите с этим, ладно. Шутка. Мати представляет собой обычное познание, получаемое с помощью обычных средств чувственного восприятия. Шрути свидетельство. Это познание, получаемое с помощью знаков, символов или слов. Ну, то есть текстовый авторитет. Авадхи это непосредственное познание вещей и даже отдельных во времени и пространстве. Это познание, получаемое посредством ясновидения. Очень неплохой, неплохой тип. Познание мне бы такое, да? Манахпаре. Это непосредственное познание мыслей других с помощью телепатического познания умом других людей. Интересно, и не только, видимо, людей. Кевала, совершенное знание. Охватывает все субстанции и их модификации. Это всеведение, не ограниченное ни пространством, ни временем, ни объектом. Какова же цель джайнов? Нирвана. Нирвана, да, нирвана. Как в буддизме практически. Но возникла пораньше, правда, это нирвана. Или избавление. Правда. Мы должны понимать, что в данном случае это не растворение души, а ее вступление в состояние блаженства, которое не имеет конца. Это освобождение от тела, но не от существования. Мы уже говорили, что освобожденное существо может... Существо путем устранения всех эмоций лишается всяких свойств. А, в общем-то, перестает интересоваться жизнью и своих друзей, и несложно помогать им. Освобожденный не велик, не мал. Ни черен, ни синий, ни горек, ни едок, ни холоден, ни горячий. Это цитата. Без тела и без перерождения. Он воспринимает, он познает. Он... Но здесь нет никакой аналогии. Его сущность не имеет формы. Нет условий для необусловленного. Вот такая вот у них нирвана. А, на. Сейчас отыщем. Вот. Этика. Добродетель заключается в пятеричном поведении. А того, кто познает и верит. Самый главный пункт, конечно же, в этике адживиков, это безвредность. То есть ненанесение вреда. Или так называемая ахимса. Ахимса, это слово нужно запомнить, ненанесение вреда, которое является не просто негативным воздержанием, а положительной добродетелью в отношении всего созданного. В общем, мы не только воздерживаемся от нанесения вреда непосредственно каким-то существам, но мы не едим мясо. Например, ахимса, ахимса и непосредственно аджи, непосредственно джайны, непосредственно джайны, вот этой ахимсе следует наиболее последовательным, наверное, среди всех учений. Так вот, два. Вторая добродетель, это милосердие и правдивость речи. Третья добродетель, честное поведение, например, неворовство. Четвертое положение, это воздержанность в слове, мысли и делах. Пятое. Самое отречение от всех земных интересов. Вот что должно характеризовать добродетельного человека. Главной отличительной чертой джайнизма является, конечно, ахимса. Или уважение ко всему живому и воздержание от нанесения ему вреда. Скрупулезное соблюдение этого правила привело к возникновению многих обычаев, послуживших предметом каких-нибудь острот со стороны прочих течений. Так вот, чтобы не повредить чьей-либо жизни, некоторые джайнисты при ходьбе подметали перед собой землю, уходили под покрывалом из боязни вдохнуть. Да, какой-нибудь живой организм маленький, фильтровали воду и даже отказывались от меда. Правда, ахимса в строгом смысле этого слова не может практиковаться. Махабхар это говорит. Мир наполнен творениями, которых нельзя видеть глазом. Хотя их существование доказывается с помощью логического вывода. Когда мы двигаем нашими веками, части телец этих творений ломаются и отпадают. Но, в общем-то, среди всех, всех школ Индии, именно джайнисты, они практиковали самый суровый, в общем-то, тип ахимса. Самая серьезная разновидность ахимса именно у джайнов. Они даже и не мылись, например. Либо, не знаю, вроде как даже постригались, чтобы у них в голове не заводились различные, в общем-то, существа. Либо не постригались вообще, чтобы они там жили и не мылись, не пытались всяких вшей из себя вывести и так далее, и так далее, и так далее. Это живые существа. И к принципу ахимса надо подходить очень последовательно. Кстати, при этом следует заметить, что именно джайны, среди всех прочих учений индийских, практиковали самоубийство с помощью, в общем-то, голодания. Вот если вы джайнист, допустим. Джайнист. И понятно, что в этой жизни просветления вы не достигнете. Ну, зачем вы живете, скажите мне? Зачем вам жить дальше? Зачем вам доживать эту жизнь, если в ней вы не достигнете просветления? В общем-то, да, джайны выбирают такой вариант, при котором можно безболезненно уйти из жизни и переродиться непосредственно. А уже после перерождения, да, начинается новая жизнь, и там уже можно как бы обрести просветление. Ну, нирвану можно обрести. Потрясающе, конечно. Меманса. Это уже так называемые ортодоксальные школы. Вот не люблю я вот эти вот переводы индологов потрясающих, эти ортодоксальные. Ах, это так попахивает в данном случае христианством просто. Хотя отношения никакого к нему не имеет. В данном случае это просто школы, которые отсылают нас к ведам. Все. Меманса. Одна из школ, которая поступает таким образом. Основатель и известные последователи. Основатель джаймени. Последователь, самый известный, один из самых известных представителей меманса, это кумарила. Период возникновения. Третий-первые века до нашей эры. До нашей эры, заметим. Метафизика. Теория восприятия мемансаков признает реальность объектов, так как восприятие возникает только тогда, когда имеется контакт с реальными объектами. А вселенная реальна и не зависит от разума, который воспроизводит ее. Прабхакара, один, в общем-то, из мыслителей данного направления признает 8 категорий. Произнесем их на русском языке все же. Так вот. Субстанция, качество, действие, всеобщность, присущность, сила, подобие и число. Субстанция это то, в чем пребывают качества. Имеется 9 субстанций. Земля, вода, воздух, огонь, акаша, я, ум, время и пространство. А кумарила к этому перечню добавляет темноту и звук. В общем-то, все сложно. Все очень сложно, да. Антропология. Атман есть. Атман бестелесен. Мыслители и меманцы рассматривают я как отличное от тела чувство и понимание. Душа присутствует в то время, когда будхи отпутствуют. Как это происходит во сне? Даже если бы будхи, видимо, сознание сопутствовал я, мы не могли бы сказать, что он торжественен я. Я не является чувствами. Я это атман. Я это атман. Атман, 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 атман. Самость. Я, 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 я. Это атман. Все. Запомните. Так что это все плохие переводы всегда. Какие-то без пояснений встречаются очень часто. И нам приходится с этим иметь дело, да. А, так вот, я не является чувствами, так как оно продолжает существовать даже тогда, когда органы чувств повреждены или разрушены. Имеется какая-то сущность, которая обобщает различные чувственные данные. Согласно Кумарели, душа выступает как отличное тело, вечное и вездесущее. Атман является самим сознанием, хотя душ много. Так вот, так как все души по своей природе представляют сознание, Упанишады говорят о всех их как о единой. Теория познания. Джаймине, Джаймине, да, признает три проманы. Проманы это вот как раз способы познания. Он признает три из них. Как и многие такие вот школы, направления астики, вот он признает всего лишь три. А, как вы помните, одно из направлений буддизма признавалось всего две. Так вот, три проманы. Восприятие, вывод и шабда, то есть письменное свидетельство. Мыслители Прабхакара допускают еще Упаману, сравнение и Артхапати. Предположение. Так, у нас здесь есть права. Ладно. Айтихия, то есть молва, часто отвергается, так как не имеет определенного сведения об обоснованности полученного знания. Воспоминание Смрити исключается из сферы Прабхакара, так как оно говорит нам только о вещах, воспринятых ранее. Так, про Упаману ничего не сказано, да, про сравнение. Так вот, давайте кратко опишу, что такое Упамана. Ну, допустим, бульдог – это собака с плоским носом. Вот такое вот выражение, основанное на сравнении. Мы знаем, что такое собака, мы знаем, что такое плоские носы. И в тот момент, когда мы увидим бульдога, увидим бульдога где-нибудь, у него оказывается плоский нос, мы видим собаку с плоским носом, и мы такие понимаем, хм, это же бульдог. И когда мы понимаем, что это же бульдог, происходит у Упамана как раз. А вот, все здесь довольно-таки просто. Несходство является только отсутствием сходства. И это объясняется принципом невосприятия. Когда мы говорим «кувшина нет на этом месте», мы осознаем отсутствие кувшина. Отсутствие Абхавы не может быть представлено с помощью восприятия, которое нуждается в чувственном контакте с наличным объектом, который в данном случае невозможен. Существование также не может быть охвачено другими браманами. Нет, существование не может быть охвачено другими браманами. Ну да, да, действительно. У меня сейчас на столе нет вазы. Она могла бы быть на столе, да, но ее сейчас нет. Вы узнали о том, что у меня на столе нет вазы. Вы что-то узнали? Вы что-то узнали определенно. Это и есть Абхава. Очень простой на самом деле метод такой. Многие не считают это одним из путей и средств познания. Не считают это проманой, но оставим это, в общем-то, индусам решать, что такое, что есть проманой, а что не есть проманой. Это не наша теперь цель. А вот теперь рассмотрим цель мемансиков. Пурва меманса открыто признает своей целью исследование природы тхармы. Тхарма в данном случае не подразумевает вот те буддийские тхармы, которые являлись частицами, которые составляли мир, возникали, исчезали, были пустыми или не были пустыми. Нет, это не те тхармы. Это то же самое. Данная тхарма больше похожа на тхарму в том же самом буддизме, который подразумевает некий закон. То есть, некий закон жизни даже. Даже, может быть, этический закон, но не только этический закон, конечно. Так вот, это уже такой более аспект, включенный в учение непосредственно. Ее интерес более практический, чем спекулятивный. Философские спекуляции в ней подчинены ритуалистической цели. Ради сохранения целостности тхармы, она вынуждена утверждать реальность души и рассматривать ее как низменное существо, обладающее телом, удел которого испытывают результаты действия. Счастье – это цель, признаваемая пурвами мансой. Но оно не является счастьем в этом мире. Ради счастья, вне этого мира, мы должны практиковать в мире самоотрицание. Действия, которые приносят вред или страдания, не являются тхармой. Тхарма есть то, что предписывается, а последнее ведет нас к счастью. То есть, мы должны выполнять ритуалы, индийские определенные ритуалы, которые прописаны в ведах, и тогда мы будем счастливы. Если мы не соблюдаем предписание, мы не только упускаем наше счастье, но и становимся подверженными страданиям. Однако, однако, чуть позже, меманса признала и другую цель. И это цель Мокша. Как мы заметили, школы настики опираются на понятие нирваны. А школы вот уже... Астики, они чаще апеллируют понятию Мокши. Так вот, согласно праб Хакаре, освобождение состоит в полном исчезновении тхармы и адхармы, действия которых являются причиной возрождения. Это определяется как абсолютное уничтожение тела, обусловленное исчезновением всякой тхармы и адхармы. Согласно Кумариле, Мокша представляет собой состояние атмана, находящегося в самом себе и свободного от всякого страдания. Этика, мемансы. Тхарма – система правильной жизни. Ну, в общем, вот определение тхармы, да. Я пытался вам это объяснить. Вот коротко. Система правильной жизни. Джамине определяет тхарму как установление или требование. Этика пурва меманса основана на откровении. На ведах. А ведийские предписания устанавливают детали тхармы. Добрым делом, согласно мемансе, является то, что предписано ведой. Поддерживают также всевозможные ритуалы и жертвоприношения многим божествам. Веданта! Вот она, потрясающая всемогущая веданта. Это учение очень важное. Сейчас обращайте на него внимание. Потому что на веданте основывается чуть ли не весь индуизм. Индуизм, по сути, представлен многочисленными вариациями веданта. Но, конечно, не только. Здесь следует очень много оговорок всегда по отношению к индуизму делать. Потому что индуизм многообразен и многолик. Индуизм называется практически любая религия. Кроме некоторых, которые были уже обозначены выше. Веданта. В переводе конец вед. Ну, вед там уже есть внутри анта. Конец. Это итоговое учение, которое подводит, в общем-то, закономерный вывод. После изучения вед, вот мы изучили веды, мы все уже попытались с них понять, обозначили каких-то богов. И вот теперь настало время, в общем-то, все это интерпретировать как-то более-менее рационально. Дело в том, что многие индуистские учения заимствуют основные элементы веданты, а потому отдельное их рассмотрение было бы излишним. Ну, мы не будем их рассматривать. У нас и так очень много материала, мы, наверное, в два часа даже не уложимся. Так вот. Веданта – это та система, которая обусловила многие положения будущих религий. Основанием вед... основателем веданты считается величайший легендарный мыслитель Виаса. Период возникновения вот здесь, вот здесь все хитро. Второй век до нашей эры, по второй век нашей. Вот такой вот разброс в четыре века. Направление. Адвайта-веданта, вишишта-адвайта и двайта-веданта. Все их мы разберем. Мета-физика. Мета-физика, мета-физика. Самая главная часть веданта – это метафизика. Она более-менее общая для всех. Ну, давайте попробуем рассмотреть общее положение для всей веданты. Для начала. Брахман. Иногда атман, иногда вишну. Это абсолютная реальность. Да, потому что вот так вот получилось, что веданта неоднородна даже по отношению к тому, как называть своего бога. В данном случае чаще всего брахман. Наверное, все-таки потому, что Вьяса апеллировал к брахману. Ну и, наверное, потому что один из самых главных, в общем-то, ведантистов, Шанкара, апеллировал к брахману. Да. Веда-вечно. Пуруша и Пракрити-Санхи являются не самостоятельными субстанциями, а модификациями единой реальности. Про Пурушу и Пракрити мы поговорим позже. А множественность истинных бесконечностей невозможна. Единственная бесконечная субстанция, то есть брахман, отождествляется с высшей реальностью, рассматриваемой в Упанишадах. Он – начало, опора и конец мира, действующая и материальная причина вселенной. Он творит, не прибегая к каким-то средствам. Ему присущи качества непорочности, правильности цели, всеведения, всемогущества и так далее. Первоначальной основой вещей является единый высший дух, который представляет собой источник всего и достойный объект для безграничного поклонения и почитания. Брахман и мир не различаются. Мир обусловлен ворей бога – это его лива или развлечение. Так. На самом деле, вот уже из описания Веданты я бы вывел многие, в общем-то, закономерности, которые, в общем-то, потом проявляются в различных вишнуизмах, в шиваизме, например. Да, в шиваизме часто, ну, в шиваизме, где Шива – абсолютный бог, который вот вместо Брахмана, там, на самом деле, во многом подменяется вот имя Брахмана на Шиву. Шива – все вот то же самое, и он тоже занимается игрой. То есть, лила. Тоже самый термин лила используется, если я не ошибаюсь. И это довольно-таки интересно. Самым известным учением, самым известным ответвлением Веданты является Адвайта Веданта, то есть, не двойственность. А – двойто. А – отрицание, двойто – двойственность. Адвайта Веданта. Все. Основатель. И, в общем-то, последователи. Основатели Гаудапада, а последователи Гавинда, то есть, ученик Гаудапада, и Шанкара, ученик Гавинда. А период возникновения – седьмой век нашей эры. Метафизика. Сотворение мира есть обнаружение самой природы Бога, проявление его могущества. Сейчас вот будет немножко тяжело, потому что Гаудапада использует, например, все еще термин Атман. С большой буквы. С большой буквы Атман – это Бог. С маленькой буквы Атман – это Вы. Вот так. Вот так определиться, да. Но вообще… Ну, вообще-то тоже нет. Потому что Адвайта – это учение о том, что все не двойственно, все есть часть вот этого Атмана большого. А, вот. Вот-вот-вот. Поэтому Вы – маленький Атман, который – это иллюзия большая. Иллюзия – это не настоящий Атман. Ну, неважно. Давайте продолжим. Сейчас просто будет смешиваться понятие и Атмана с большой буквы, и Брахмана. А, да. Шанкара – писал Брахман. Гаудапада апеллировал к Атману. Так вот. Атман представляет сам себя благодаря силе своей Майи. Майя – слово, означающее обычно иллюзию. Но здесь все значительно сложнее. Гаудапада пользуется словом «майя» в смысле чудотворной силы. Она становится свабхавой или природой Атмана, неотделимой от всесветящегося, который скрыт за Майей. Метафизическая истина заключается в этих утверждениях, состоит в том, что эмпирический мир имеет своим субстратом Атмана, который реально не представляет собой сознание всякого дуализма. Реальность не двойственна, а двайда. То есть у нас нет мира и нет отдельно Атмана. Мир и Атман одно. Вот тут Атаман уже написано. Какая прекрасная опечатка. Атман, как видимо, и становится множеством, только посредством Майи, но не сам по себе. Шанкара же трактует Брахмана лишь отрицательными терминами. Своебратная апофатическая теология. Ну ладно. Так вот, характеризует Брахмана отрицательными терминами, отказывает ему в познаваемости. Поскольку Брахман противоположен всякому эмпирическому существованию, он дан нам как отрицание всего того, что познается позитивно. Шанкара отказывается характеризовать Брахмана даже как единственного в своем роде, за исключением той характеристики, что Брахман не имеет ничего себе равного и называет его недвойственным. А двайтом. А двай. Да, а двайта, как обычно. Брахман это всецело иной, но не бытие, конечно же. Не бытие. Так вот. Брахман вечен в смысле абсолютной вневременности и неподверженности разложению или распаду. Он вечен, потому что его полнота и совершенство не соотносятся со временем. Брахман есть сад. Сад, то есть реальное, имея в виду, что он не является а-сад, то есть нереальным. Он есть чит, сознание, имея в виду, что он не есть а-чит, не сознание, он ананда, блаженство, имея в виду, что он не составляет природы страдания. Духа сварупа. Духа, кстати, духа страдания очень часто употребляется. Иногда не только духа, но не важно. Он реальен, обладая аутентичным бытием, у него никогда нет недостатков бытии, так как он ни от чего не зависит. Сохранение своего бытия. Брахман не зависит ни в чем от внешнего, ибо тогда бытие содержало бы не бытие. В нем нет ни бытия, ни небытия. Он не раскрывается, не проявляется, не развивается, не обнаруживается, не растет и не изменяется, так как он полностью тождественен самому себе. Его невозможно рассматривать как целое, включающее части, ибо он по природе единообразен. Весь мир рассматривается как майя, так как он не может быть признан реальным. Мир каким-то образом существует, и его отношение к Брахману неопределимо. Мир, хотя и связан с Брахманом, не оказывает на последнего никакого влияния. Таким образом, поскольку майя по своему характеру обманчиво, она называется авидией, или ложным познанием. Авидия не просто отсутствие представления, а положительная ошибка. Что значит положительная ошибка? Это то, что мы думаем, что знаем, но на самом деле не знаем. Поехали дальше. Антропология. Шанкар утверждает, что мы не можем познать «я» посредством мышления, поскольку сама мысль является частью потока, принадлежащего к сфере «не я». Если мы постигнем его путем своеобразного усыпления всех наших способностей, критики и толкованием, то мы окажемся не в состоянии привести познание в желательной форме. И, тем не менее, мы не можем мыслить без «я», ибо помимо него невозможно никакое сознание или опыт. Теория познания. Метафизика представляет собой рассмотрение того, что предполагается фактами опыта. Она занимается не наблюдением регистрации фактов сознания, а выяснением того, что означает существующие факты с точки зрения природы реальности. Вот что мы должны выяснить в теории познания и, соответственно, в метафизике Адвайта. Природу реальности. Непосредственную природу реальности. Шанкар унаследовал от буддийских мыслителей скептицизм в отношении к предрассудкам здравого смысла и первым принципам мышления. Ему стало ясно, что любая попытка философского построения не может доказать систему первых принципов. Так он критически проанализировал познание и познавательный механизм человека. Шанкара указывает на три источника познания. Мы уже с источниками разбирались. И они у Шанкары классические. Восприятие, вывод, откровение, священное писание. Шапна. Да. Согласно Шанкаре, принцип непротиворечивости является критерием истины. Если познание не содержит в себе противоречия, то оно является истинным. Кстати, Шанкара потрясающий спорщик. Он объехал всю Индию и спорил с кем только не приходилось. Цель. Цель Адвайта Веданте. Добиться слияния с Брахманом, в скобочках Атманом. Стать его нераздельной и недвойственной частью. То есть добиться Адвайты, недвойственности. Когда нет души практикующего и Брахмана отдельно, а есть только Брахман. Мокша. Мокша. Вот это и есть Мокша, собственно, слияние. Есть сущность непосредственного осознания того, что существует вечно, хотя и скрыто от нас. Когда ограничения устранены, душа свободна. Она остается там же, где она есть. Чем она есть и чем она была всегда. Первопричиной всех вещей. Это покой, которого мир никогда не может дать. Не может и его отнять. Высшее единственное блаженство. Мокша описывается при помощи отрицательных определений, как состояние свободы, где нет ни дня, ни ночи. Где течение времени остановилось, где исчезли с неба солнце и звезды. Кстати, относительно цели, относительно, в общем-то, методов, в тексте Шанкары упоминаются такие вот фразы. Я есть Брахман. Я есть Брахман. Повторяет Шанкары. Даже несколько раз, если я не ошибаюсь, повторяет. Я есть Брахман. То есть он сравнивает себя с великим всемогущим богом. Ну, то есть это, опять же, подразумевает, что он пытается достигнуть состояния нераздельности с этим божеством. И это очень интересно. В свое время на меня это произвело большое впечатление. Теперь перейдем к другой школе. Это Вишишта. Вишишта. Очень такой, с этим почерком не очень понятно написано. Вишишта Адвайта. Основатель Романуджа. Период возникновения 9 век, конечно же, нашей эры. Цель. Согласно Романудже, спасение представляет собой не исчезновение я, а его освобождение от ограничительных барьеров. Ибо исчезновение я будет гибелью реального я. Как бы высоко ни поднялся человек, всегда будет существовать всемогущая сила и вечная любовь к ней. Сила, которую надо почитать, которой надо поклоняться. Романуджа, который ставит религиозные переживания на высшую ступень, доступную нам, утверждает, что он поразумевает другое. Освобожденная душа достигает природы бога, хотя и не тождественно с ним. В общем-то, вот, сопротивление с некоторым родом Адвайте, Адвайте, Веданте, Шанкарой, который полностью абсолютизировал понятие единения с богом. А здесь, здесь Романуджа хитро пытается обойти вот эту вот проблему множественности душ, с одной стороны, и бога. Да, антропология. В освобожденном состоянии души обладают всеми совершенствами Всевышнего. За исключением двух. Они являются атомичными по своему размеру, тогда как Верховный Дух является всеобъемлющим. Хотя душа имеет размеры атома, она может войти в несколько тел и переживать различные миры, созданные богом. Она не имеет никакой власти над процессом творения мира, который принадлежит исключительно Брахману. Еще одно учение, еще более позднее, это Двайта Веданта, основатель Мадхва. Период возникновения 13 век. Метафизика. Мадхва делит все сущее, как свантантру и паратантру. То есть есть независимая реальность и реальность зависимая. К сватантре относится только Верховный Бог Вишну на этот раз, внезапно Вишну. А безразличность и неопределимость высшей реальности отвергается. Весь остальной мир паратантра не сотворен Богом, но вечно существует только благодаря Богу. Существует также женская ипостасия Бога, то есть Шри или Лакшми. Также вечная, всепроникающая и вечно свободная. Она является творческой энергией Вишну. Зависимая паратантра делится на бытие и небытие, на духовное и недуховное. Несколько делений. Понятие бытия у Мадхва очень тонкое и своеобразное. В общем-то Вишну, хотя и превыше всякого потустороннего независимого бытия, не относится ни к бытию, ни к сверхбытию. Все, что относится к паратантре, гибнет в конце кальп и потом вновь возрождается. Вишну только движущая причина мира. Он не создает мир из ничего, но это не значит, что Вишну только сообщает миру движение, а тот уже развивается по своим законам. Воля Бога пронизывает все. Цель. По Мадхве цель такая. Индивидуальная душа, джива, не может быть даже детственно брахманом. Более того, она не является частью, отблеском или еще чем бы то ни было брахманом. Опять же, брахман, знаете, вот начинается перемешивание, вот здесь очень большое различных терминов. Шивы не хватает только. Ну да, в целом Мадхва к Вишнуизму больше тяготит. Выражение Упанишат, Тат, Твам, Аси, То есть Ты. Мадхва толкует в смысле подобие души Ишвари. То есть, есть такой маленький божок, так скажем, Ишни Ишвара внутри Адвайта. И он, в общем-то, выполняет ряд функций, которые не может выполнять брахман, высший бог, высший атман по определению. Так вот, Дживы вечно существуют, обладают свободой воли, но при этом зависят от Вишну. Все существа делятся на множество категорий и подкатегорий, в соответствии со степенью погруженности в сансару и способности к освобождению. Одни вечно свободны, то есть Лакшми, а другие освобождают себя, ну это боги, предки и так далее. А третьи погружены в сансару. Из этих последних некоторые способны к освобождению. Некоторые всегда будут скитаться в сансаре, а некоторые обречены на вечные адские муки. Представление о вечных муках для индуизма чрезвычайно не характерно. Хотя некоторые священные тексты индуизма и могут быть истолкованы таким образом. Еще более не характерно для индийской мысли представление о том, что собственных усилий для освобождения недостаточно. Бог по своей воле избирает некоторые души для спасения. Да, очень, кстати, действительно интересно. Так, простите, сейчас у нас произошел небольшой сбой. Мы еще этику не изучили, а у нас уже тут все вот так вот нехорошо. Такс. Да, вроде помещается все, да? Поехали. Этика. Этика, в общем-то, два этой веданте такова. Итак, мир реальный, человек не тождественен Богу. И даже среди освобожденных душ существует жестокая иерархия. Соответственно, этические и религиозные нормы не могут рассматриваться как условности. Так, простите-ка, я не до конца докрутил. Вот так вот, закрываемся. Хорошо. Не могут рассматриваться как условности. Нужно соблюдать религиозные обряды, нужно выполнять мирские обязанности, налагаемые варной, то есть личными качествами, и при этом не быть привязанным к результатам своей мирской деятельности. Вот так вот. Все вот так вот. Интересно. Теперь Сангхи. Через К. Санг-к-х-я. Основатель Капила. Период возникновения. Седьмой-шестой века до нашей эры. Теория познания. Познающее сознание бывает пяти различных видов. Промана, или достоверное познание. Випарьяя, или нереальное познание, опирающееся на форму и не обладающую тем, что имеет ее объект. Гвикальпа, или познающее сознание, выведенное посредством условных умозаключений, хотя и лишенных какого-либо объекта. И нидра, сон. Или познание, опирающееся на тамос и смрити, или память. Вот. Вот такие вот типы познаний есть отдельные. Все они выделены, вот видите, шрифтом специальным. Сангхи признает три проманы. Никто не удивлен, я думаю, да, что признается три проманы, вот в школе среди даршин, да. Сангхи признает три проманы. Угадай, какие восприятия, логическое умозаключение и свидетельство священного писания. Ну, понятно. Сейчас будет сложно. Очень сложная система начнется. Метафизика. Сангхи рассматривает природу как огромный постоянно изменяющийся комплекс элементов. Вся иерархия форм, получаемых из физической материи, которая, в свою очередь, сама является продуктом субматериальных элементов, представляется как раскрытие ресурсов природы. Если все следствия находятся в своих причинах, в скрытом состоянии или дурной бесконечности, следует избегать, то должна существовать какая-то не имеющая причины причина. Из первопринципа следует, что первопричиной и основой материальной вселенной является непроявленная пракрити. Пракрити никогда не может погибнуть и, следовательно, никогда не могла быть создана. Разумное начало не может быть материалом, из которого формируется недушевленный мир, ибо дух не может быть преобразован в материю. Кроме того, действие принадлежит не пуруше или душе, а я, ощущению, которое само является продуктом, продуктом пракрити. Развитие пракрити происходит при помощи трех составляющих ее сил или гун, три гуны есть, да. Наличие которых узнается на основе характера следствий пракрити. Пракрити это как бы нить, состоящая из трех прядей вот этих вот гун, три гуны, то есть три нити получается даже. Так вот, будхи, являющиеся следствием, обладает свойствами удовольствия, боли и свойством вносить замешательство. Следовательно, его причина пракрити должна иметь те же самые свойства. Гуны не воспринимаются, а существование их выводится на основании производимых ими следствий. Вот какие существуют гуны, сейчас мы и посмотрим. Первая гуна, это сатва. Сатва, это потенциальное сознание. И поэтому оно имеет тенденцию сознавать проявление причины удовольствия, испытываемого индивидом. Это, в общем-то, сатва светлая, белая, одна из самых лучших, в общем-то, гун. Лучшая даже гуна, наверное, из всех трех. Но все равно от нее надо бы избавиться, потому что с пракрити у нас проблема в итоге возникнет. Но это мы тоже разберем. Так вот, второе следствие. Раджас. Это вторая татва. Она представляет собой источник всякого действия и производит боль. Раджас вызывает к жизни возбуждение, удовольствие и беспокойство. Третья гунна, простите. Третья гунна, это тамос. Раджас у нас обозначается красным, кстати, светом, а тамос черным. Так вот, это то, что сдерживает действия и вызывает состояние апатии, безразличия. Оно приводит к невежеству и ленности. Антропология, которая также является отчасти антологией, метафизикой и так далее, в общем-то, вот. Это утверждение о том, что есть Пуруша. Пуруша – это свободный от всех случайностей конечной жизни, находящийся вне времени и изменений. Кто? Кто? Кто находящийся? Да никто. Пуруша сам просто. Он свободен от всех случайностей конечной жизни и находится вне изменений. Это наблюдатель. Им управляет не ум, жизнь или тело, а одушевленная и поддерживающая жизнь душа. Бессловесная, спокойная и вечная. Абсолютно очищенная, вообще ни с чем, но практически сама по себе не связанная. Но есть Пракрити. Пракрити создает перед Пурушей видение и как бы затаскивает его в сансару. Лишь оплетенный Пракрити Пуруша начинает страдать, чувствовать, радоваться и мыслить. Он думает, что живет этот Пуруша, пока перед ним танцуют вот эти вот три гуны, три нити, которые переплетаются в различные татвы и создают иллюзию этого мира непосредственно. Такова антропо-антология, в общем-то, санхи. Татвы. Татвы очень тяжелая вещь. Сейчас давайте сосредоточимся на татвах. Татвы это та часть учения, татвы переводится как таковость. Вот так вот оно и есть. Вот-вот оно. Вот они, таковы. Тататвы, они есть. Санхи-карики в известном тексте, в общем-то, санхи. Да, даётся описание двадцати пяти татв и их свойств. Первый элемент Пуруша, дух. Его мы разобрали. Природа, то есть Пракрити, которая обладает атрибутами гуннами. Их мы тоже разобрали. Теперь поехали дальше. Теперь будем узнавать, что из этого всего образуется. Вот у нас есть татвы. Главная татва – дух, то есть Пуруша. Она отдельно идёт, она вот где-то вот в стороне. Вот здесь, вот здесь она. Вот здесь появляется Пракрити. Пракрити танцует, танцует, пляшет, пляшет, пляшет. Пуруша за ней наблюдает, в общем-то. Их тягивается вот в этот вот танец бесконечный. А в этом танце уже порождаются все остальные татвы. Давайте-ка рассмотрим все эти остальные татвы. Первое из вот таких вот порождённых татв – это Махат, или интеллект, или ещё Будхи его переводят. Следующее – это Эго, или Акамхара. Иногда переводят как Эго, ну то есть Самость Я. Ну, есть ещё остальные татвы, которые мы тоже сейчас разберём. Так вот, группы из 16 элементов, в числе всех которых 5 тонких элементов танматора, также 5 грубых физических элементов, которые подобны и неподобны Пракрити. Так, у нас получается, что из Эго происходит ум, манос, органы чувств и действий, а также тонкие элементы, которые являются проводниками ощущений. Из Вайкарика Эго происходят органы чувств и действий, а тонкие элементы происходят из Пхутади Эго. Да. Органы чувств. Какие органы чувств? Их 5. 5, заметьте. И органы действий тоже есть, отдельные органы действий. Что у нас с органами чувств? Какие они? Уши, глаза, язык, нос, кожа. Органы чувств. То, чем мы чувствуем, по мнению данной школы. Их 5, они тоже являются татвами, между прочим. Органы действия. Те органы, с помощью которых мы действуем, что-то совершаем, какие-то действия. Органы речи. Руки. Ноги. Анус. Репродуктивные органы. Так. Манос, ум, при этом одновременно. Органы чувств и действия. Да. Манос входит в число трех внутренних органов, то есть инструментов. Ну, неважно. Все, мы вот это вот уже разобрали. Разобрали, да. Вот у нас есть органы чувств, органы действий. Все это татвы. Все это определенно является татвами. Есть еще и тонкие элементы. Танматры, то есть. Какие бывают танматры? Да. Это тонкие элементы запах, вкус, форма, осязание, звук. И физический элемент также есть. Земля, вода, огонь, воздух, пространство или эфир. Эфир, как я понимаю, здесь используется слово Акаша, который вот вообще не понимают, как переводить пространство или эфир. Но вы понимаете, настолько тонкая материя или не материя, которую вот, ну, непонятно, как, в общем-то, определить. А вот все татвы. 25 штук. Они вот так вот идут по схеме, по определенной вниз. Дух. Дух идет отдельно. Потом Пракрити. Из Пракрити порождается все вот это вот остальное постепенно. И в самом низу находятся вот эти вот все органы чувств, органы действий и танматры. Цель. Прекратить, в общем-то, игру Пракрити. Если прекращается игра Пракрити, Пуруша больше не является зрителем. Потому что ему больше не на что смотреть. Аааа, да. И душа тогда считается освобожденной. Он обладает знанием всей вселенной. Избавление это избавление от страдания, а не отхода от всякого существования. При этом Санхи имеет твердую веру в непрерывность Пуруши, поэтому ее нельзя рассматривать как пессимистическую систему. А когда прекращается игра Пракрити, ее развитие возвращается к неразвитому состоянию. Пуруши станут провидцами без того, чтобы провидеть, зеркалами без того, чтобы отражать. Они будут существовать, наслаждаться длительной свободой от Пракрити и ее загрязнений, как чистые разумы, в бескрайней пустоте, не знающие течение времени. Этика. Этика Санхи. Пуруша вечно свободен. Ну то есть даже не важно, что он что-то там созерцает, но он на самом деле все равно вечно свободен. Может созерцать, может не созерцать. Он не имеет ни желаний сам по себе, ни ненависти, не управляет и не повинуется, не двигает и не содерживает движения. Моральная жизнь облекается в тонкое тело, которое сопровождает Пурушу от рождения к рождению. Страдания представляют собой сущность телесного существования. Когда Пуруша остается один, считается, что он очищается. Высшее добро, к которому стремится и за которое борется Джива, состоит в достижении совершенства Пуруши. Да, доктрина гун также имеет огромное этическое значение. Этическое значение, конечно же. Существа мира классифицируются соответственно находящимися в них различным гунном. В дэвах элемент сатвы, то есть белой вот этой вот нити, преобладает. А раджас и тамос ослаблены. В человеке элемент тамоса ослаблен в меньшей степени, чем в дэвах. В животном мире сатва ослаблена более значительно. В растительном царстве тамос преобладает больше, чем в других. Совершенствование. Состоит в постепенном увеличении элемента сатвы и уменьшении тамоса. А преобладание тамоса означает инертность, невежество, слабость, неспособность, недостаток веры, безмолвие. Он способствует сознанию грубого, тупого, неувежественного типа человека. Люди с преобладанием раджаса отважны, неутомимы и активны. Сатва развивает критическую, равновешенную, вдумчивую натуру. Но и от нее в итоге тоже придется как бы отказаться в процессе практик. Но это уже совсем другая история. Мы уже это обсудили. Йога. Йога, йога, йога. В данном случае это не просто какая-то абстрактная йога, которая свойственна всем. Не йога, как практика, индийская практика в целом. Нет. Такое значение у слова йога есть. Безусловно. Но также йога выступает в качестве отдельного индийского учения. Отдельного индийского учения, основателем которого являлся Патанджали, написавший величайший текст за всю историю индийской философии, названный Йога-сутра. Период возникновения, второй век до нашей эры. Теория опознания, проманы все те же самые, восприятие, вывод, священное писание. Классика. Метафизика. До тех пор, пока Авидия не преодолена, жизнь протекает в сансаре. Закон кармы принимается как действительный, и наша жизнь, ее характер и продолжительность всецело определяются ей. Бог имеет совершенную природу. Его совершенству нет ничего равного или превосходящего его, ибо, во-первых, он не может быть превзойден каким-либо другим совершенством, так как все, что могло бы казаться превосходящим его, оказалось бы, в общем-то, недостаточным. Каким образом именно вышвари мы достигаем высшего предела совершенства? Также не имеет какого-либо совершенства, равного ему. Не имеется какого-либо совершенства, равного ему, действительно. Потому что, когда одна вещь одновременно является предметом желаний двух равных, из которых один говорит, пусть это будет новым, а другой, пусть это будет старым, если один добивается успеха, действуя на основе этой точки зрения, то тем самым другой терпит неудачу в своем желании и становится низшим. Эдва равных не могут получить ту же самую желаемую вещь одновременно, так как это было бы противоречием в терминах. Поэтому мы утверждаем, что тот, кто не имеет совершенства, равного ему, или превосходящий его, является Ишварой. Бог – проводник эволюции Пракрити. Он всегда озабочен тем, чтобы развитие Пракрити могло служить интересам Пуруш. То есть, Йога, кстати, очень не связана с Санхией в данном случае. Бог не является, однако, создателем мира, так как мир, наполненный страданиями, не мог быть сотворен существом, обладающим безграничным милосердием. Лишний Бог в философии Йоги очень слабо связан с остальной системой. Целью человеческого стремления является не единство с Богом, а абсолютное ограничение Пуруши от Пракрити. Преданность Богу является только вспомогательным средством для достижения конечного освобождения. Бог представляет собой только особое Я, а не Творца или Охранителя Вселенной. Он не награждает и не наказывает людей за их действия. Антропология. В человеческом организме, кроме Пуруши, мы находим физическое тело, жизненный динамизм, психические принципы. Пуруша скрыт под покровами бренной плоти и беспокойного ума, которые создают препятствия для методов Йоги. Тело – инструмент для выражения духовной жизни, поэтому, не отвергая материальную основу, Йога признает ее частью духовной проблемы. Да. Поэтому различные позы все-таки, да, бывают нужны. Практика. Единственное, в общем-то, место, где мы выделяем практику, единственное учение, где практика является, в общем-то, основой – это в Йоге. Практика. Реальность Я обнаруживается не путем целенаправленного использования разума, а путем подавления его деятельности и проникновения под те умственные наслоения, которые наша обычная жизнь и деятельность скрывают нашу божественную природу. Для устранения препятствий Йога дает нам восьмеричный метод, а включающий яму, воздержание, не яму, соблюдение правил, а сану, положение, пранаяму, регулирование дыхания, партьяхару, удаление чувств, тхиану, фиксированное внимание, тхарану, созерцание, и самадхи, сосредоточенность. А йога понимает, что наше тело, так же, как и ум, обладает своими собственными достоинствами. А сана, или положение, представляет собой физическую поддержку со стороны тела, состоянию сосредоточенности. Патанджали, кстати, просто говорит, что положение тела должно быть устойчивым, приятным и удобным. Ну, поэтому, то, что сейчас творят йоги современные, как они странно гнутся, ну, наверное, Патанджали счел бы это излишним. Регулирование дыхания, опять же, приобретает важное значение, хотя Патанджали упоминает о нем, как и необязательный в мире. Кстати, обратив внимание на тексты Йога Сутра, он построен по принципу от сложнейшего к простейшему, от финала к началу. То есть, мы читаем ее с конца, с конца к началу, по сути. Если вы начинающий, в общем-то, йог, который ничего не умеет, вам нужно читать ее с конца и переходить к начальным главам. Почему она так построена? Потому что мы открываем книгу Йога Сутра, смотрим, вот-да-да-да-да, вот такое вот состояние надо обрести, чтобы обрести все, что написано в Йоге. А я уже имею это состояние, вы закрываете книгу и больше ее не читаете. А, вот, да. Или вы смотрите на первую главу. Нет, я еще этого не достиг. Смотрите на вторую. А этого я уже достиг, значит, вот, все. Переходим к практикам первой главы, как бы. Тхарана. Фиксирование ума, читы на определенной точке. В общем-то, в этом проявляется стойкость ума. В обычной жизни идеи проявляются и исчезают, но не задерживаются надолго. Обычно наибольшая сосредоточенность сохраняется только на очень короткое время. Тхяна является заключительным состоянием равномерного потока, которому не мешают другие. Это созерцание. Самадхи. Это состояние, которое предшествует достижению освобождения. Так как йога настаивает на достижении освобождения через самадхи, она определяется как самадхи. Йогах самадхи. Это состояние экстаза, в котором связь с внешним миром нарушается. Это цель дисциплины йоги. Так как она поднимает душу из ее временного, обусловленного, изменяющегося существования к простой, вечной и совершенной жизни. Ну, йога, как школа, очень сильно основана, в общем-то, на практиках, поэтому мы уделили большое внимание практикам сейчас. Теоретическая часть йоги во многом похожа на самхи. Да, поэтому мы описывали самхи выше. Кстати, у школ Даршаны есть вот такая вот попарная связь. Йога связана с санхи, а вайшешика связана с ньяей, а меманса связана, в общем-то, с ведантой. Вот такая вот интересная закономерность парного соединения школ, которые вроде бы изначально были разными, но в итоге позаимствовали различные части учения друг друга. Причем попарно. Цель. Вайрагия. Или невозмутимость. Которая представляет собой осознание власти, которое обладает тот, кто освободился от стремления к видимым и проявившимся объектам. Тот, кто достиг варьяги, совершенно... Вайрагии, да, совершенно безразличен к земным и небесным радостям. При высшей форме варьяги... Варьяги... В которой возникает умение распознавать себя, нет опасности какой-либо приверженности к обладанию объектами или их свойствами. Свободное в йоге называется кайвалия или абсолютная независимость. Это не простое отрицание, а вечная жизнь пуруши, освобожденного от таков пракрити. Да, видите, пуруша, пракрити, йога древняя, в общем-то, использует вот такие термины. Он определяется как повторение качеств гун. Во взглядах, на отсутствие какой-либо цели у я и на энергию интеллекта, основанных во всем самом, в нем самом, он определяется как повторение качеств. Пуруша существует в своей истинной форме. Ну, то есть сварупа. Ну, в общем-то, вот наша цель. Да, прекрасная, потрясающая йогическая цель, которая по-разному потом и интерпретируется поздними учениями. Этика. У нас есть первая идея, в общем-то, яма и не яма, воздержание и соблюдение. Они подчеркивают значение этической подготовки, необходимой для практики йоги. Мы должны прежде всего практиковать ахимсу или ненасилие. А также правдивость, честность, сдержанность и непринятие даров. То есть мы должны воздерживаться от причинения вреда посредством лжи, воровства, невоздержанности и жадности. Важнейшим из этих средств является, конечно же, ахимса и ненасилие. И все другие добродетели, как говорят, основываются на ней. Ахимса интерпретируется в широком смысле с того, как воздержание от зла. По отношению ко всем живущим творениям, достигаемое любым путем и во всякое время. Это не только ненасилие, но и отсутствие ненависти, культивирование дружбы, симпатии, бодрости и неназмутимости в отношениях к вещам, как принятым, так и непринятым, хорошим и плохим, вырабатывает ясность ума. Не убей категорический императив. Конечно, убивать нельзя никого. Никого убивать нельзя. Ни людей, ни животных, ни ради родины, никаких дезертиров, никаких предателей родины, никаких фашистов. Убивать нельзя по учению йоги. Даже самозащита не оправдывает убийство. Следующая школа Ньяя. Преимущественно логическая школа, поэтому мы уделим внимание именно ее теории познания. Основателем является Гаутама. И нет, это не Будда, это не Сиддхарха Гаутама, это Гаутама, основатель школы Даршаны Ньяи. Период возникновения. Шестой век до нашей эры. Теория познания. Всякое познание предполагает четыре условия. Познающего субъекта. Или субстантивную основу познания. Во-вторых, это объект, на который направлен процесс познания. В-третьих, это результат познания. Ну, допустим, вывод. И четвертое, это средство познания или промана. Из всех источников познания, пратьякша или интуиция является самым важным. Батьяна, один из мыслителей Ньяи, считает, что манос – такой же орган чувств, как и глаз и прочие. Хотя и имеются определенные отличия. Внешние чувства состоят из материальных или элементарных субстанций. Действуют только на некоторые специфические объекты и способны действовать только в качестве органов, наделенных специфическими качествами. Манос же нематериален, действует на все объекты и способен действовать в качестве органа, не будучи наделен какими-либо специфическими качествами. Пятью членами силогизма. Вот самое главное в Ньяи, самое известное, самое популярное – это пятичленный силогизм. В общем-то, индийская логика на нем основывается. Мы сейчас попробуем разобрать, что же это такое за пятичленный силогизм, зачем он нужен. И, в общем-то, разберем непосредственно пример. Пятью членами силогизма являются пратиджня или сужденья. Например, холм в огне. То есть, уже вывод как бы произведен, да. Второе – это хету или основание. Все потому, что холм дымится. Третий пункт – это удахарана или поясняющий пример. Все, что огненно, дымится. Как, например, кухонный очаг. Четыре – упаная или применение. А это холм. Вот холм. Вот холм, да. И на нем дым. Там дым, там что-то дымится, в общем-то. Пять. Вывод. Утверждение заключения. Следовательно. Холм в огне. А вот у нас пятичленный классический силогизм наяйков. Да, бывали системы десятичленного силогизма. Бывали системы с более маленьким количеством элементов силогизма. Меньше членов было, больше. Но, вот. Классический индийский состоит из пяти. Что же мы видим? Холм в огне. Вывод уже как бы заранее нас настраивает на то, о чем будет идти речь. Мы уже знаем, какой вывод будет. Мы знаем уже, к чему это все ведет. А почему? Почему он в огне, интересно. Потому что он дымится. Да, потому что он дымится. Да. А что, что, что дымится-то? Ну, не плевать, наверное, может быть. Всякое бывает дымится. Нет, нет. Есть пример. Все, что огненно дымится. Так, например, кухонный очаг. Да, есть применение. Вот холм. Вот холм, например. Вот холм, и на нем что-то дымится непосредственно. Следовательно, холм в огне. Заметим, что вот такая логика, такой пятичленный силогизм, он включает в себя преимущественно эмпирические элементы. Пока Аристотель ломал голову попытки, в общем-то, создать уникальную идеальную систему, включающую в себя, в общем-то, именно речевые факторы, то есть построить логику суждения, идеальную логику суждения, которая была бы сама в себе не противоречива. И в итоге он пришел скорее к построению, в общем-то, не индуктивной, а дедуктивной логики. Преимущественно логика Аристотеля направлена сверху вниз, а не снизу вверх. То есть не от меньшего к большему, не от частного к общему, а от общего к частному. Здесь наоборот. Здесь наоборот такой индуктивный пример. Например, индуктивные логики, которые включают в себя эмпирический опыт. Что самое главное, причем для древней Индии, которая, в принципе, не особо интересовалась эмпирическим опытом. Оказывается, вот их логика включает в себя эмпирический опыт. Или даже нет, лучше сказать, не эмпирический опыт, а опыт феноменологический. Вот у нас есть феномен, феномен огня. Есть феномен дыма. И феномен дыма, и феномен огня обычно соответствуют друг другу. И поэтому, поэтому вот та вот гора, и вот на этой горе дым, и если там дым, то там, скорее всего, конечно, огонь. Впрочем, давайте не будем думать, что, в общем-то, на яйке такие дураки, и с этим примером они как бы не особо спорили. Нет, нет, нет. Бывают ложные суждения, бывают ложные суждения на базе даже этого силогизма. Бывает, что вот, оказывается, дым не только от огня происходит. В итоге оказывается-то, как интересно. И получается, что выходят ложные суждения на базе такого силогизма, и последующая индийская логика прорабатывает эту проблему очень внимательно и основательно. Причем не только непосредственно индийская логика, как и логика индуизма, а логика буддизма даже это в большей степени прорабатывает. Вот тот известный дядька Дигнага, который был среди йогачаринов в прошлой лекции. Вот он работает как раз с логикой буддийской уже, которая как раз отвечает на логику ньяи. И это все крайне интересно, что учение ньяи во многом опередило в логике Аристотеля и построило логику на совершенно других основаниях. Во многом, мне кажется, даже более интересных. Опять же, Упамана здесь упоминается, так как Упамана считается одним из средств познания. Правда, здесь это вроде не отмечено, но Упамана считается одним из средств познания. И это сравнение. Сравнение мы уже разбирали. Но давайте разберем на каноническом примере. Узнав, что дикая корова, которую зовут Гавайя, очень похожа на домашнюю корову, мы заключаем, когда видим вот эту корову в жизни уже, после того, как мы восприняли, «Хм, нам кто-то сказал, что дикая корова Гавайя похожа на домашнюю корову». Да, нам кто-то сказал, мы никогда не видели не домашнюю корову, но видели домашнюю. Идем, 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 куда-нибудь вне дома, идем там по лесу, видим корову. Корову, которая при этом не является домашней, но очень похожа на домашнюю. И мы заключаем «Это Гавайя». Все. Упамана произошла. Вот так вот это работает приблизительно. Метафизика. Ньяяя принимает метафизику вайшешики и рассматривает мир природы, как состоящий из вечных, неизменных, не имеющих причин атомов, существующих независимо от нашей мысли. А физические концепции Ньяяя почти те же самые, что и вайшешики. Антропология. Согласно Ньяяя, Вселенная содержит в себе некоторые невечные элементы. Таковыми являются наши познания, желания, антипатии, проявления воли и чувства, удовольствия и страдания. Все эти модусы сознания, приходящие, не должны признаваться отдельными субстанциями. Их рассматривают как качество субстанции, называемой душой. И вот мы дошли до последней школы. И это вайшешика. И сейчас мы будем, в общем-то, опять ломать голову над потрясающей индийской метафизикой. Так, поехали. Основатель вайшешики. Канада. Канада, Канада. Ну, в общем, с ударениями у меня плохо, да, в этом случае, но неважно. Период возникновения. Третий, второй века до нашей эры. Опять же, не особо опознанно, но хотя бы вот, хоть как-то. Не четыре века, да. Теория познания. Логика вайшешики весьма мало отличается от логики Ньяи. Да, познание является предметом изучения логики, предлагается, в общем-то, в различные ее формы. Допускаются четыре вида действительного познания. Да, да, да. Вот те самые, те самые вот эти вот проманы, которые мы разбирали. Вот, вот проманы вайшешике. Их больше. Их больше, чем обычно. Уже интересно, да. Это восприятие, вывод, память и интуитивное познание. И это, опять же, относит нас к Ньяи, Луния и такая же штука. Восприятие, вывод, память и интуитивное познание. Метафизика. Метафизика. Вайшешика признает деление подарка на шесть категорий. Субстанция. Качество. Действие. Общность. Особенность. И присущность. К которому позднейшими, в общем-то, вайшешиками была добавлена седьмая категория. То есть, небытия. Абхава. Первые три категории. Субстанция, качество и действие обладают реально объективным существованием. Субстанция – это категория, при помощи которой вайшешика ведет решительную борьбу против всех идеалистических систем. Существование субстанции признается всеми ее сторонниками. Объекты внешнего мира, доходящие до нас в виде реальности и в себе, и для себя, представляют действительность заключенной в ней. Земля, вода, свет, воздух, акаша, время, пространство, душа и мана – суть девять субстанций, предназначенных для того, чтобы включать в себя все телесные и бестелесные вещи с сущностью. Фух. В общем-то, да. Вот это все включено. Все, земля, вода, свет, воздух, акаша, время, пространство, душа и мана – девять субстанций. Они включают в себя все телесные и бестелесные вещи, то есть из них состоят все телесные вещи и все бестелесные. Все просто, все на самом деле, все пока просто. Уже, да, тяжело все это читать, наверное, воспринимать, но мы продолжаем. Физическая теория вайшешики развивается в связи с пятью субстанцией. Физика – вот она. Земля, вода, свет, воздух и акаша. Вот огонь нам не нравится, теперь свет. Свет, 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 свет будет. А, да, свет вместо огня. Неплохо, это, кстати, действительно интересно. Я проводил исследования на эту тему, в общем-то, да, какие стихии, где были. Вот здесь свет. Материя, поскольку мы с ней встречаемся, представляет собой сочетание пяти элементов. А, да. Которые преобладают в той или иной степени в каждом предмете. Пять продуктов, объектов восприятия являются пятью состояниями материи. Твердая – земля. Жидкая – вода. Газообразная – воздух, светящаяся. Свет и эфирная акаша. Видимо, очень тонкая. Атом означает предел деления. Да, кстати, очень интересная позиция в Индии, потому что атомы у них – это не столько мельчайшие неделимые частицы, сколько определенные пределы деления уже внутри, как бы, самого мироздания. Меньше быть не может. И под атомы даже организованы специальные подпространства ячейки, меньше которых ничего быть не может. Да, атом означает предел деления. Атомы по своей природе пассивны, и их движение зависит от внешнего толчка. Во время распада мира атомы существуют, не порождая никаких результатов. Затем они остаются изолированными и неподвижными. И неподвижными, да. По взглядам вайшешики, движение первичных атомов возникает от особой дхармы. Качество всех производных веществ зависит от атомов, из которых они состоят. Эти атомы обладают пятью общими качествами всех субстанций, и кроме того, качествами отдаленности и близости. В дополнение к ним, земля имеет особое качество запаха и другие качества. Вкуса, цвета, осязаемости и температуры, тяжести, скорости и текучести. Вода имеет особое качество вязкости и другие качества земли, кроме запаха. Свет имеет обычные семь качеств, и кроме того, температуру, цвет, текучесть и скорость. В то время как воздух имеет только осязаемость и скорость в дополнение к семи общим качествам. Эти качества вечны в атомах, но переходящие в их продуктах. Считается, что в процессе создания атомы находятся в вибрирующем движении. Одинокие атомы не производительны, поэтому оно все состоит из некоторых групп атомов. Карма или движение рассматривается как неподдающийся превращением элемент вселенной. Это не субстанция, не качество, не независимая существующая сама по себе категория. Различаются пять видов движения. Поднимание, опускание, сжатие, расширение, движение вообще. А в своей простейшей форме карма мгновенно, а скорость является постоянной тенденцией и порождает серию движений. Этика. Универсально обязательными видами морального долга в данном учении, в общем-то... Давайте я плечо, наверное, уберу, потому что ничего не будет видно, и я ниже пролистать не могу. Видами морального долга являются вера, ненасилие, то есть ахимса. Ну или решимость никогда не наносить вреда живому существу. Третье. Добродетельное отношение ко всем живым существам. Четвертое. Правдивость. Пять. Цельность. Шесть. Половая чистота. Семь. Частота мысли. Восемь. Отказ от гнева. Девять. Личная чистоплотность, поддерживаемая омовением. Десять. Применение очищающих веществ. Одиннадцать. Преданность божеству. Двенадцать. Пост. Тринадцать. Непренебрежение нравственными обязанностями. Фух. В общем-то мы разобрали все философские индийские течения. Те индийские течения, которые в принципе могут считаться философскими. Впрочем, да, за во ртом остались такие великие учения, как кашмирский шиваизм, вишнуизм тоже практически полностью остался в стороне. А многие индуистские учения, смрити тоже. Все-все-все. Многое осталось в стороне. Но то, что это преимущественно религиозные учения, которые базируются на даршинах. Эти учения во многом базируются на том, что мы уже рассмотрели. Поэтому, ну, дополнительно рассматривать их, конечно, не стоит. По крайней мере, в этой лекции. Кашмирский шиваизм, например, копирует во многом татвы цанхи. И добавляет еще некоторых к ним. Например, канчуки. Канчуки-панцири. То есть, есть майя, и майя формирует канчуки. Эти канчуки как бы блокируют наш прорыв к шиве, в общем-то. Мы не можем через вот эти вот иллюзии, вот эти вот панцири прорваться к шиве, пока мы их не разрушим. Это тоже определенные татвы. Их вроде как плюс шесть. Всего 36 татв у шиваитов кашмирских. Это интересно. Еще более сложная система, основанная на тех же самых принципах, совмещающих еще и эдантизм. Это очень действительно интересно. Существует много интересных индийских учений. Великое многообразие индийских школ просто поражает вообще своим величием, своим плюрализмом. И самое главное, все эти индийские школы сосуществовали друг с другом и спорили. А, да. И у них была особая система спора, особые, в общем-то, площадки для споров и особые правила ведения спора. Когда один человек мог проиграть другому и при этом стать ему учеником, ну, обезуясь, в общем-то. Он проиграл, значит, его учение слабее учения от второго человека, того, который выиграл. И он обязан учиться после этого у победителя. Довольно интересно, довольно интересно. И правила очень интересные, их тоже можно было бы отдельно рассмотреть. Но индийская философия, она, конечно, безгранична. Она очень, она колоссальна. Она во многом, да, повторяется, повторяет сама себя. Но она при этом все равно многообразна. Вы, наверное, заметили, что все вот эти вот школы, которые мы рассмотрели, в них столько разных концепций, что, может быть, даже во всей Древней Греции столько бы не нашлось. Но это действительно, это интересно и это заслуживает внимания. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok